Вот, 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 и вот. Всем привет! В этом обзоре мы вас познакомим с замечательной новинкой от компании Эдуард в 48 масштабе. Это самолет от компании Белл П-39 Кью, который поставлялся по Ленд-Лизу, так сказать, в пользование Красной Армии. Итак, масштаб модели 1.48. На торце коробки можем видеть варианты окрасов разных бортов, состоявших на вооружении в тех или иных частях. Артикульный номер 111.18. Двойной удар. Лимитированные издания. С обратной стороны коробки на торце мы видим модель от Эдуарда пластиковая с фотоотравлением, окрасочными масками, двумя комплектами деталей для сборки советского варианта П-39. Деколь от картографа на 10 обозначений содержится в данном наборе тех асов, которые летали на данном самолете во времена Великой Отечественной войны. По данному QR-коду можно пройти на сайт, он работает. И все это, естественно, изготовлено компанией Эдуард в Чехии. В наборе лежит инструкция формата А4, короткая справка о данном самолете на английском и чешском языках. На первом развороте мы можем видеть описание ледниковых рамок, список, таблица красок, которые здесь нам будут необходимы для покраски данной модели. Здесь имеются краски Ганза, Мистер Каллор, Аквас и Мишн Модул. Собственно, те краски, которые можно приобрести непосредственно на сайте производителя данной модели. Первый лист непосредственно сборки начинается со сборки кабины самолета. Далее продолжение сборки кабины, установка всего этого между половин фюзеляжа, установка некоторых элементов интерьера, соединение крыла и фюзеляжа, установка сеточек всевозможных, видимо, в радиаторы. Стойки шасси в выпущенном положении и вклейка щитков вниз шасси. Шасси даны в двух вариантах, сами колеса, то есть можно собрать и в выпущенном, и в убранном положении. Далее по инструкции. Все отмечено очень хорошо, все читабельно. Разобраться можно. Все отмечено значками, что куда клеить и какие варианты. Также указано, как использовать окрасочные маски. И далее идут у нас страницы с вариантами окраски данной модели. Также замечу, что в наборе у нас, как я и сказал раньше, две модели содержатся за одну цену. Прошу обратить внимание. И, собственно, можно построить два любых борта из этого набора, которые предлагаются в этом прекрасном каталоге. И на последнем листе можно видеть схему для нанесения декалей с техническими надписями. В наборе у нас вложен вот такой большой лист с декалями, проложен калькой, чтобы декали у нас ни к чему не приклеивались. С замечательной печатью. И давайте посмотрим это поближе. Итак, в наборе у нас представлено 10 разных бортов самолетов. И, собственно, это все опознавательные знаки и обозначения на всех них. Также элементы вот видно здесь в декале с приборами. И большое количество технички на обе модели. Повторюсь, декали отпечатаны компанией Cartograph для компании Eduard. Качество печати просто отличное. Никаких смещений или сдвигов на декалях нет. Цвета насыщенные. Надписи читабельные. Все очень-очень аккуратно сделано, продумано. Как должно быть. В общем-то, техничка дана одинаковая на обе модели. И ничем она не отличается. Так же в наборе присутствуют окрасочные маски, фототравленные элементы кабины и элементы экстерьера. Маски сделаны по стандарту у Eduard. Это обычная пленка, вырезанная на плотере. По травлению для кабины. Выполнено все, как обычно, у Eduard. Представлены три приборные панели. Две из них одинаковые. И одна немножко отличающаяся от них. Видимо, в зависимости от той модификации, которую предлагает компания Eduard. В данном случае нас интересуют вот эти две крайние, так как машины, поставляемые во время Великой Отечественной войны к нам, были модификацией Q. Также идет пленочка с прицелами в кабину. И два набора фототравления на экстерьер лайнера. Давайте рассмотрим их чуть-чуть ближе. Первая пластинка с фототравлением это экстерьер для нашего P39 AeroCubra. Здесь представлены элементы низшасси. Всевозможные панельки, лючки и накладки, сеточки. Все это сделано на довольно мягкой латуне. Все протравлено замечательно. Никаких огрехов нет. Ну, в общем-то, тема славится у нас компания Eduard. Вторая плата содержит в себе элементы кабины, ремни, приборные доски и мелкие переключатели, всевозможные тумблеры. На приборных панелях лакомно сделаны стекла приборов. Это очень хорошо видно и имеют, это имитация, довольно хороший блеск и довольно ровный. Единственное, что мне нравится, это сам блеск приборной панели и хотелось бы его более матовый. Приборчики, можно сказать, читаемые. Но вот такие вот линзы я увидел, наверное, впервые. Так что при монтаже этих деталей нужно быть очень осторожным. Также здесь идут вот эти вот накладки на панели. Видимо, они накрывают сверху все приборы на основной панели. Ремешки. И всевозможные тумблеры и переключатели. Пленочка с прицелами. Далее в наборе у нас два пакета с истеклением. Давайте рассмотрим. Истекление, в общем-то, как и всегда у Эдуарда. Очень-очень качественное. С правильными приливами к деталям. Никаких нареканий не вызывает. Посмотрим. На искажения. В общем-то, стекло ничего не искажает. Все прекрасно через эти стекла видно. Очень-очень прозрачные. Так, основной комплект летников у нас упакован в один большой пакет. Давайте его рассмотрим. Летники у нас в двух экземплярах. Дуал комбо набор. Как и написано, собственно, на коробке. И на каждую модель у нас три литника и один литник с прозрачными деталями. Итак, первый литничок у нас содержит части фюзеляжа, хвостового оперения, носовых частей, какая-то бомба. Выхлопные патрубки и так далее. Улик кабины. Клепка и крой на фюзеляже отличные. Крой не сильно глубокий. Это так выглядит только на видео. Так цепляет камера. Приборная панель пластиковая. Которую теоретически мы можем заменить на фотоотравление, которое предлагает компания DWAR. Также правая половинка фюзеляжа и внутренняя сторона. Литье очень-очень чистое, без каких-либо дефектов. С небольшими наплывами пластика. Но это не страшно, никакого смещения нет. Выглядит это все очень-очень замечательно. Насколько это новая разработка, я сказать не могу. Но одно хорошо, что это непосредственно разработка самой компании DWAR. Следующий литник у нас содержит элементы детализации всего самолета. Лопасти винта, колеса, всевозможные створки, тяги, подвесы, воздухозаборники. Шасси у нас даны в двух вариантах. Собираются они из двух вот таких плоских половинок. Даны они в двух вариантах. Полные для убранного варианта. И выпущенные на стоянке. Колеса пневматики под нагрузкой. В наборе даны несколько вариантов лопастей для сборки винта. Далее посмотрим еще один вариант. Отличаются они немного шагом, скажем так, и длиной. Качество опять же замечательное. Я точно не знаю, когда разработана эта модель, но литье очень-очень чистое. Более детально рассмотрим мелочевку на фотографиях. Итак, последний литник из данного набора содержит крыло, топливный бак и еще один вариант лопастей для сборки винта. Также здесь представлены два варианта коков. Под три лопасти и под четыре. Также вот эта вот кроватка, куда все это крепится. И еще один вариант выхлопных патрубков. По-моему, с 12 вот этими выхлопными патрубками. Это на более ранней модификации. На модификации кью выхлопные патрубки были по шесть штук с каждой стороны. Посмотрим крыло поближе. Вот такая небогатая расшивочка. Небогатый клеп. Но, тем не менее, все выполнено очень и очень на достойном уровне. Возможно, здесь и не должно быть прям много клепа. Так что, если кто-то тоже приобрел такую модель или после данного обзора захочет приобрести, обязательно смотрите референсы, так сказать, образцы фотографий и чертежей. Какой крой и какой клеп стоит доделать, если есть такая необходимость. Если вы хотите построить, скажем, более-более детально. И верхние части крыла. Все толкатели с внутренней стороны. Выполнено оно все очень-очень на достойном уровне. И касаемо лопастей для винтов. Они, как я уже и сказал, имеют разную длину. Давайте сравним. Разный шаг они имеют и разную длину. Насколько они отличаются от варианта на три, я, честно говоря, сказать не могу. Это нужно прикидывать, смотреть. И уточнять по информации, на какой модификации какой винт должен стоять. Нас в данном случае интересует винт на три лопасти. Ну, если вдруг кому-то будет интересно, можно собрать борт другой модификации из этого комплекта. Так как в наборе очень много деталей на инструкции. Видно, что они зачеркнуты и не используются при постройке данной модели. Итак, друзья, на этом обзор завершен. Всем спасибо, что смотрели. Не забывайте подписаться. И не забывайте поставить лайк или дизлайк, если вам понравилось или не понравилось видео. Если у вас есть чем дополнить данный обзор, пишите в комментариях. Если вы хотите увидеть сборку данной модели на нашем канале, также пишите в комментариях. А на этом все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok